Лето в разгаре. Торговля бахчевыми культурами охватывает все больше городов и районов республики. Роспотребнадзори предупреждают, что лето – период роста кишечных инфекций. И напоминают о санитарных правилах при покупке и продаже сладких плодов. Подробности у Али Баташева. Полосатые арбузы и ароматные дыни. Эти солнечные плоды привлекают покупателей особенно в летнюю жару. Но лучше подождать до августа, советуют в Роспотребнадзоре, или купить их в санкционированных местах торговли. Всем не терпится отведать первых арбузов. Но мы акцентируем внимание на то, что период созревания бахчевых культур в нашей местности, в Левокумском районе соседнего с нами края, Ставропольского, он где-то подходит ближе к середине августа. И те арбузы, которые продаются сейчас, это скороспелые варианты, которые могут быть, не исключается только в такой момент, что они обрабатывали специальными веществами, усиливающими их рост и поспевание. Санитарными нормами определены как требования к качеству и безопасности бахчевых культур, так и требования к их реализации. В частности, запрещается их продажа с земли, а также частями и с надрезами. Если в арбузе имеется какая-то трещина или повреждение его целостности, в питательной сладкой среде очень быстро размножаются микроорганизмы. И в течение двух-трех часов этот арбуз может быть уже миной замедленного действия, которая приведет к пищевому заболеванию, к острой кишечной инфекции. Каждый бахчевый развал должен иметь разрешение от местной администрации на торговлю, а продавец – медицинскую книжку. Если нет разрешения администрации на торговлю в данном месте, то такая точка торговли считается несанкционированной. Продавец, который торгует бахчевыми культурами, должен пройти медицинский осмотр. У него должна быть медицинская книжка с отметками от прохождения медосмотра. Это должен быть здоровый человек, который свои болезни не передаст покупателям. Следующий момент – это сама торговая точка. Правила запрещают торговлю арбузами, бахчевыми культурами с земли. Они не должны лежать на земле, они должны лежать на специальных поддонах. Торговая точка должна быть в тени, то есть теневой навес, тен должен быть. Она должна быть огорожена. Вся прилегающая территория на расстоянии 5 метров должна быть чистая, незамусоренная. Любой покупатель вправе знать, что именно он покупает. Информация о товаре должна быть общедоступной. Это требования действующих санитарных норм. Должна быть доступна для покупателя информация о том, чем торгует эта точка. То есть в любой доступной форме. Это может быть и письменная, и все остальные варианты. Должна быть информация о том, где выращен этот продукт арбуз, кто производитель его, в какой местности, в какое время был собран урожай. Ну и естественно, по требованию покупателя, продавец должен предоставить документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. Это документы, которые выдаются специально лабораториями, которые имеют право на лицензию на такую деятельность. Как правило, это лаборатория по месту, где выращен этот урожай. Без риска для здоровья продукт надлежащего качества можно купить только в официальных торговых точках, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.